Реактивные боевые самолёты должны оснащаться самыми современными двигателями, доказывал Государственной комиссии авиационный конструктор Александр Яковлев. О том, как советские политики и военные хотели помочь, но в итоге только мешали развитию боевой реактивной авиации в очередном фильме «Оружие». В 1954 году советские военно-воздушные силы приняли на вооружение дальний всепогодный истребитель-перехватчик Як-25. Он был первым среди отечественных реактивных машин этого класса и, конечно, далёк от совершенства. Стремительное развитие систем вооружения, радиоэлектроники и двигателестроения буквально на глазах приводили к моральному старению самолёта. В этой ситуации Яковлев решил использовать накопленный конструкторский задел для создания более скоростных машин с использованием мощных силовых установок. КБ в инициативном порядке приступило к проектированию сверхзвуковых самолётов по трём направлениям. Фронтовой бомбардировщик, перехватчик и фронтовой разведчик. Машины должны были оснащаться двумя перспективными двигателями АМ-11 конструкции «Микулина». Однако их доводка затягивалась, а несколько имеющихся образцов уже использовали для проведения лётных испытаний других самолётов. Двигатель АМ-11 в модифицированных вариантах применяется в авиации до сегодняшнего дня. Из-за проблем с перспективной силовой установкой по просьбе военных Совет Министров СССР распорядился использовать в новых разработках серийный реактивный двигатель РД-9. Яковлеву предложили построить два опытных сверхзвуковых бомбардировщика. Эти машины предназначались для доставки к цели атомной бомбы мощностью 30 килотонн и весом 1200 килограммов. Новый бомбардировщик получил обозначение Як-26. В стране бомбардировочная авиация и фронтовая стратегическая была дозвуковой Ил-28 и Ту-16. И вот наш первый сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Як-26 оказался первым сверхзвуковым самолетом в нашей стране. Но здесь надо отметить, что вот эти все первые наши сверхзвуковые самолеты у них судьба сложилась не совсем адекватно. Предполагалось, что машина будет оснащена самым современным бортовым радиолокационным оборудованием. Под него конструировалась носовая часть фюзеляжа. Для защиты от истребителей противника в корме установили 23-миллиметровую скорострельную авиационную пушку. Большой бомбоотсек позволял использовать широкий арсенал авиационных бомб. Но в ходе летных исследований первого прототипа было выявлено много конструктивных недостатков. Мнения членов Государственной комиссии разделились. Одни предлагали продолжить работы, другие настаивали на их прекращении. Як-26 посчитали перспективным и решили построить войсковую серию еще до начала госиспытаний. Як-26 одноместный фронтовой бомбардировщик. Двигатели два РД-9 тягой 2000 килограммов. Размах крыльев 11 метров. Длина 17 метров. Взлетная масса 11 220 килограммов. Максимальная скорость 1230 километров в час. Практическая дальность 2200 километров. Практический потолок 16 тысяч метров. Вооружение 4 23-мм пушки, бомбы, ракетные снаряды. Московскому авиационному заводу поручили построить опытную партию бомбардировщиков из 10 машин. Однако самолет так и не был принят военными. Больше Як-26 не строился. Вторым направлением работ стало создание сверхзвукового перехватчика с большой дальностью полета. Проект получил обозначение Як-27. В таких самолетах остро нуждались и военно-воздушные силы, и система противовоздушной обороны страны. От своего предшественника Як-25 новая машина отличалась более совершенной аэродинамикой. Носовой обтекатель был выполнен в виде конуса. Крыло и мотогондолы позаимствовали у бомбардировщика Як-26. Заводские испытания перехватчика завершились весной 1956 года. Скорость машины достигла 1235 километров в час, а время баражирования в воздухе превысило три часа. Истребитель перехватчик Як-27 показал вроде приличные скорости и потолок самолета и дальность, но это уже не удовлетворяло в то время запросам военных. Поэтому было принято решение на этом самолете установить дополнительный роткосной двигатель. и наш летчик-испытатель Мухин Валентин Григорьевич на этом самолете при проведении заводских испытаний достиг прекрасных результатов. Скорость составляла порядка 1900 километров в час, высота более 23 тысяч метров. История повторялась. Военные снова торопились с предъявлением нового самолета на испытания. Уже в ходе работ Яковлева в приказном порядке переориентировали с перспективных двигателей АМ-11 на менее мощные РД-9. Из-за этого сроки сдачи опытных перехватчиков срывались. В этих условиях, не дожидаясь начала госиспытаний, было решено выпустить малую войсковую серию машин. Саратовский авиазавод строил самолет в двух вариантах с пушечным вооружением и ракетным. Бомбардировщик Як-26 и истребитель-перехватчик Як-27 в июне 1956 года приняли участие в традиционном Тушинском авиапараде. Однако вскоре на вооружение приняли более совершенный комплекс авиационного перехвата, созданный Павлом Сухим. Работы над Як-27 были свернуты. Среди реактивных самолетов этого семейства более удачно сложилась судьба бомбардировщика Як-28. Он был выпущен большой серией и получил хорошие отзывы пилотов. Это произошло благодаря форсажным двигателям Р-11. Только современная силовая установка позволила достичь отличных летно-тактических характеристик. Проектирование самолета велось в течение полутора лет. Первый полет новой машины состоялся 5 марта 1958 года. Вскоре самолет был представлен на государственные испытания, которые прошли быстро и успешно. Некоторые проблемы вызвала система пуска ракет, но и она вскоре была решена. Управляемые ракеты класса «Воздух-воздух» недавно поступили на вооружение и только начинали осваиваться летчиками. Помню, когда стал вопрос о расширении боевого применения Як-28 снятие ограничений по пуску ракет, мне пришлось заниматься этой тематикой пуски боевых ракет на минимальных и максимальных скоростях полета и на различных высотах начиная до потолка. Там проводились пуски и одиночно и залпом. И вот в одном из полетов при пуске ракет на высоте тысячи метров и скорости тысяч километров в час у меня от схода ракет заглох двигатель и сопровождающий меня летчик-испытатель гниги ВВС Валера Маслов сказал по радио «Ерутья горит левый двигатель». Я принял решение провести посадку на одном двигателе. Посадка прошла удачно. Як-28 стал первым отечественным сверхзвуковым фронтовым бомбардировщиком, способным нести на борту атомное оружие. Тактический ядерный боеприпас «Татьяна», мощностью 30 килотонн, предназначенный для доставки по воздуху, был разработан коллективом физиков под руководством академика Юлия Харитона. Две другие тактические атомные бомбы разработки 50-х годов также назывались женскими именами Мария и Наташа. На смену им вскоре пришел термоядерный Иван мощностью в 50 мегатонн. Получившие с легкой руки Никиты Хрущева прозвище «Кузькина мать». В общей сложности в строевые части поступило около 350 ударных самолетов Як-28 различных модификаций. Среди них были самолеты постановки помех, высотной и радиационной разведки. Для переучивания летного состава выпускался учебный самолет Як-28 Лучше всего из этих самолетов проявил себя разведчик Як-27 Р. Он во-первых это первый сверхзвуковой разведчик в нашей авиации. Он заменил самолеты дозвуковые Ил-28 были сформированы полки разведывательные на наших самолетах. Ну аппаратура соответственно там была для производства аэрофотосъемки и скорости и высоты устраивали военных. Як-28 двухместный фронтовой бомбардировщик двигатели два РД-11 тягой 6100 килограммов размах крыльев 11,7 метра длина 20 метров взлетная масса 16160 килограммов максимальная скорость 1850 километров в час практическая дальность 2070 километров практический потолок 14500 метров вооружение двухствольная 23-миллиметровая пушка бомбы в том числе ядерные сам по себе факт создания столь разных по назначению серийных самолетов на базе одного планера редкость в мировом авиастроении яг-28 был рабочей лошадкой фронтовой авиации ВВС а его стремительный силуэт воспринимался как визитная карточка эры сверхзвука бомбардировщик яг-28 состоял на вооружении только в советском союзе и прослужил в строевых частях два десятилетия лишь в середине 70-х годов на смену ему пришел авиационный ударный комплекс нового поколения рассказ о боевых машинах Александра Яковлева мы продолжим в следующих фильмах оружие Субтитры